Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальные Кадры. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в поселке Горки-10 сельского поселения Успенской, где ведутся масштабные строительные работы Владимир Владимирович. Вот та точка, на которой мы с вами сейчас находимся, она уникальна, потому что сразу, просто со всех сторон ведется строительство. С одной стороны, достраиваются многоквартирные дома, с другой стороны, ведется строительство нового детского сада в поселке Горки-10. Ну и, конечно, здесь, на территории школы Горки-10 ведется строительство стадиона. Хотелось бы сегодня, конечно же, поговорить обо всем этом. Укладываетесь ли вы в сроки, довольны ли вы темпами строительства? Да, Маш, добрый день. Мы с вами действительно в поселке Горки-10, и эта грандиозная стройплощадка в последнее время, которую наблюдают наши жители, она нас радует, потому что действительно в поселке Горки-10 последний инфраструктурный объект был построен 30 лет назад. А сейчас мы с вами видим бурное строительство. Это не только спортивное ядро школы Горки-10, это строительство детского сада на 400 мест. Это большое еще событие для нашего поселка, начало строительства дома культуры. И я хочу сказать, что поселок Горки-10 на ближайшие 24 месяца превращается в северной своей части, вот в такую строительную площадку. Но это временное неудобство, но то, что мы получим, это будет для наших жителей и будет навсегда. Действительно, в течение этих двух лет в поселок Горки-10 будет профинансировано капитальное строительство в объеме почти 1 миллиарда рублей. Вот такие, скажем, хорошие финансовые показатели для поселка, которые позволят кардинально улучшить проживание наших жителей на этой территории. И кроме дома культуры, детского сада, спортивного ядра, ведь у нас еще и появляется, уже появился парк площадью 9 гектар. Это лесной массив, который находится за детским садом. И сейчас мы проводим в соответствии все документы, полученные разрешения, заканчиваются работы по проекту освоения леса. Как только будут завершены полностью эти работы, то в 2018-2019 году начнутся работы по очистке легких этого поселка, этот парк. Парк, который мы ждали десятилетиями. Наконец-то здесь он у нас появится, это будет зона отдыха наших жителей. Конечно, нас радует, что долгострой, который мы с вами наблюдаем, тоже вот в этой части микрорайона, по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, уже подходит к завершению. Строители приезжают на согласование, уже согласовывают именно объемы работ по благоустройству, которые затрагивает и часть поселка. И мы надеемся, что в соответствии с их планами уже в конце 2018 года будет сдан первый корпус строительного комплекса «ГАИС». Таким образом, поселок Горки-10 действительно в течение 24 месяцев, пережив бурное строительство, войдет в нормальную, спокойную, комфортную жизнь. Так что приглашаем всех в поселок Горки-10. Владимир Владимирович, сразу ли было так по проекту создать образовательный кластер, который на сегодняшний момент здесь просто растет на глазах? Нет, конечно. Мы с вами знаем, что рядом мы стоим со школой Горки-10, которая в народе звучит очень просто. Это новая школа. Хотя она построена в 1980 году, и уже тяжело называть ее новой. И, конечно, раньше были совершенно другие проектные требования. Но сейчас жизнь вносит свои коррективы. Мы видим с вами, что в поселке Горки-10 построено нового жилья на примерно 5000 населения, которые, естественно, приедут сюда, будут здесь жить. Частично это и наши жители, кто улучшит свои жилищные условия. И, конечно, те детки, которые приедут и будут жить в нашем поселке, они уже будут обеспечены местами в детском садике. И очень радует, что новая концепция строительства детских садов на территории школ, она очень удачна. Во-первых, родители понимают, что дети под присмотром на одной территории, территории, которая будет оборудована всеми необходимыми элементами и спортивными, и для развития. Это очень удачно. И ребенок в 6 лет, придя в детский сад, вернее уже в школу, но сперва он придет в детский сад, с 3 до 17 лет он находится на одной территории. Ему все знакомо, никаких эмоциональных потрясений. Ну, а уж с точки зрения педагогики, здесь, конечно, педагогам решать. Я слышу только положительные отзывы, что такой вот тип обучения очень нравится и родителям, и детям. Ну, с точки зрения удаленности от жилого массива, с точки зрения доступности и детского сада, и школы, это просто идеальное место. Потому что рядом нет трасс, рядом нет дорог с интенсивным движением автомобильного транспорта. Ну, то есть, действительно, дети будут здесь в полной безопасности. И что немаловажно, наверное, все-таки для поселка Горкидесят, они смогут самостоятельно из дома выйти из дома, взяв портфель, дойти до школы. Ну, или в детский сад, если это уже старшие группы, конечно, я думаю, что тоже это уже для родителей огромное-огромное подспорье. Да, действительно, это так. И я вспоминаю то время, когда сам был учеником, классика жанра, когда наши родители вешали на шею нам ключ от дома. Ну, а порой даже и дома не закрывались. И дети были предоставлены на своей территории сами себе. И мы не боялись, родители за нас не боялись. Сейчас мы тоже стараемся, чтобы в поселке, конечно же, вопросы безопасности, они на первом месте. Вот. И надо создать так среду, чтобы не было косвенной угрозы для наших детей. Конечно же, это транспортные проезды. Это хотя бы минимальные, начиная от лежачих полицейских, от всевозможных островков безопасности, пешеходных переходов и так далее. И вот мы с вами находимся рядом, где идет стройплощадка, где строится спортивное ядро. И чем оно будет у нас замечательно, что при финансировании данного строительства мы получаем объект не только для школы и детского сада, но этот же объект будет использоваться и нашими жителями. То есть с 16 часов он будет иметь определенное ограждение. И наши жители с 16 после окончания учебного процесса тоже могут прийти сюда, на спортивное ядро заниматься. И таким образом данная площадка будет интегрирована и в школу, и для своего поселка. Конечно же, это позволит уже заранее, с каких-то совсем юных лет, приучить наших детей. Им это все будет знакомо. Родители будут спокойны, что сюда на площадку можно ребенка привезти. Он будет заниматься под надзором, под наблюдением и, соответственно, в безопасных условиях. Всегда такое масштабное строительство сопряжено с недовольством жителей. Как все-таки жители поселка Горки-10, которые живут рядом в домах, вот ко всему этому относятся? Понимают ли, идут навстречу, помогают ли вам? Да, действительно, получается, что любое строительство, оно, как правило, сопровождается какими-то скандалами. Действительно, у жителей вызывает какую-то неудовлетворенность с точки зрения тишины, комфорта, привычки проживания. Ну, вы знаете, в поселок Горки-10 у нас прекрасные жители, и я приведу такой пример. Совсем рядышком, где вот у нас будет строиться дом культуры, это буквально в 100 метрах, было расположено наследие советского периода, порядка 200 гаражей наших жителей. Но когда мы обратились к жителям, понятно, что у людей это вызвало, ну, сперва, скажем так, эмоциональный какой-то всплеск. Но, поверьте мне, без всякого насилия люди спокойно в течение месяца демонтировали свои гаражи. Наша задача теперь убрать после, привести площадку в соответствие, передать ее строителям. И что радует, что с этого понедельника, уже вот с 25-24 июня, начнем огораживать данную территорию, и строители потихонечку начнут входить. Напоминаю, что в соответствии с документами у строителей ровно 24 месяца, чтобы через два года мы могли с вами перерезать ленточку и войти в новый замечательный дом культуры. Конечно же, наши жители, я им очень благодарен, они прекрасно понимают, что данный дом культуры это для них, это для их детей, для их внуков. И люди, когда ставят на чашу весов, либо старенький ржавый гараж, либо будущие детей, конечно же, выбирают будущее своих детей. За это им большие благодарности от меня как главы. И хочу вам сказать, что даже те работы, которые несут шумовой какой-то эффект при строительстве домов, при строительстве детского сада, ну, жалоба, по-моему, была одна за весь период. И хочу поблагодарить наших строителей, которые очень внимательны и чутко реагируют на такие жалобы. Я предлагаю сейчас отправиться на площадку, которая готовится к строительству будущего дома культуры, посмотреть, как ведутся там работы. Да, прошу вас. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Владимир Владимирович, мы находимся на месте, где располагались очень длительное время гаражи. Сейчас идет активно демонтаж гаражей. Мы видим, сколько здесь мусора. Ну, мне кажется, что, наверное, далеко не во всех гаражах находились именно автомобили. Такое ощущение, что гаражи просто использовались как кладовка, как место для хранения, ну, будем говорить честно, хлама. Ненужного причем хлама. Да, действительно, наверное, это так. Менталитет нашего проживания на данной территории складывался таким образом. Я напомню, что мы с вами на территории сельского поселения, где люди связаны были с аграрными работами. Но проживая в квартирах, людям, конечно же, хотелось иметь какое-то место для хранения инвентаря. Затем это превратилось, конечно, в место для хранения автомобилей, потому что мы с вами помним 90-е годы, когда была определенная нестабильность с безопасностью, с угонами, и машина являлась составной частью благополучия каждой семьи, и безопасности, и противоугонные мероприятия. Они как раз и заключались в том, что наличие вот такого железного подсобного помещения, оно решало эти проблемы. Но время идет вперед, и время диктует свои требования. И мы понимаем, что сейчас, и наши жители с этим согласились, с тем, чтобы построить дом культуры, эту данную стройплощадку, конечно же, надо от этих помещений освободить. Я хочу сказать, что у наших жителей, но это особенность нашего поселка, есть еще подземные помещения, это овощехранилища по 4-5 квадратных метров. У нас есть еще комплексы сараев с погребами, где люди могут хранить овощи и заготовки на зимний период. И при хорошем хозяйском подходе там можно достаточно хорошо разместиться. Ну и опять же напомню, что мы сельское поселение, все, кто работал в конном заводе, в других аграрных предприятиях, в период 90-х годов, 2000-х годов, все получили земельные участки под садовое строительство, под дачное строительство. Многие имеют жилые дома в соседних сельских населенных пунктах, Хиславское, Горышкино, Дунино. И наши жители, все, кто мечтает продолжать жить в таком вот аграрном каком-то направлении, иметь свой участочек, всегда для этого есть возможности. Здесь у нас проживают люди уже в нескольких поколениях, конечно, есть и наследование. Вот здесь в этом плане наши жители обеспечены. И поверьте мне, я знаю, многие трудовые династии, которые и на работе хороши, и у них прекрасные дома, и хорошие, и ухоженные, настоящие хозяева нашей территории. Ну, это будет настоящим подарком. Ведь сейчас на этой площадке гаражи и мусор, а буквально через два года здесь будет стоять новый дом культуры, которого все так долго ждали. Конечно, это не только дом культуры. Мы же понимаем, что при строительстве будет охвачена огромная территория под благоустройство прилегающей территории. Ну, а то, что сейчас мусор, конечно, мы с вами понимаем, что в гаражах, как у всех наших жителей, ротация наших вещей происходит следующим образом. Из комнаты на балкон. Да, после балкона она потихонечку выдерживается в гараже. Многие вещи как-то в семейной жизни связаны с какими-то событиями, и людям тяжело с этим расставаться. Но когда этот момент происходит, все это понимают, что да, время настало. Ну, конечно, убрав металлическую часть, остается наследие в виде вот таких вот гор мусора. Но я уверен, что наши строители с этим справятся. Где-то мы здесь с помощью сил нашего муниципального предприятия тоже начнем. Но я повторюсь, что уже в этот понедельник здесь появится техника, мы начнем огораживать территорию для безопасности, и потихоньку начнем бороться уже с этим мусором. И, наконец-то, здесь закипит жизнь, и это будет самой главной компенсацией для наших автовладельцев, этих вот владельцев гаражей. Потому что люди понимают, что дом, культура и будущее детей – это намного важнее. Владимир Владимирович, ну а мы со своей стороны обещаем активно следить за ходом строительства и нового детского сада, и спортивного ядра, и, конечно, строительства дома культуры. И обо всем этом расскажем в наших программах. И еще у нас запланированы детские площадки в самое ближайшее время, парки, конечно же, дороги. Да, всегда ждем вас в гости, готовы показать все, что есть на нашей территории. Спасибо вам, вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин